Возеро Червонное, размещенное в Житковицком районе, буйнейшее в регионе. Это уникальный природный комплекс, скарбница Белорусского полесия, свой особливого музея под открытым небом. За 10 годов озеро стало любимым местом отпочинку для многих поколений мясовых жихаров. И когда людей начала доходить информация о передаче Червонного национальному парку Припятский, появилось социальное напружение. Узникла думка, что трапить на озеро сразу станет немогчима. А цены для рыбаков и полевничных усталивают такие, что будут мощно бить по кишени. Однако проблема надуманная. Так лишить у приватности Василь Савич. Жихар-агрогородка Белева, який працует егерам, не прогнозуя таких изменов. Это надуманное заявление одиничных людей. Никто там не собирается ничего не ограждать, никакого доступа, чтобы люди свободно, как они сейчас и ловят рыбалку, так и будет такая же самая рыбалка. Ситуацию расслумачили на сустрече у агрогородка Ляскавичи. Никто зачиняться от людей не будет, запевнивает генеральный директор нацпарка Степан Бамбиза. Что тишится полевания, когда в озеро Червонное, яким уже займаются у Припятским, цена у Сталявана минимальная. До прикладу, разовая путевка для полевания на птушек каштует 5 рублей для мясового насельництва. Ни яких одмов у их отримания не иснуе. Почему эти вопросы никогда не возникали раньше? Всем хватало места, приобретались путевки. Это хватало места, не устраивает. В национальном парке есть лесхоз, не устраивает лесхоз, есть, например, туровщина, хозяйство и так далее. Что касается ценовой политики, то, учитывая уровень, наверное, это мы все-таки идем на тот предельный минимум, который определен постановлением Совета Министров. Там определено, по-моему, 4 рубля, мы поставили 5 рублей. А это для местных жителей, проживающих в близлежащих населенных пунктах вокруг озера Червоно. И мы, я еще раз повторю, мы все, что передано главой государства, мы его выделили в отдельную охотдачу, и именно эту охотдачу под местное население. Отдаем под местное население с предельно минимальной ценой. Зразумело, цены не могут быть постоянно на одном из ровни, и в будущем будут повышаться. Однако, пужаться не треба, мощный их рост не прогнозуется. Тем больше, что зарабляют в национальном парке переважно на замежных аматорах полевания. В минулом году вырушка от реализации полевнейших туров склала больше за миллион рублей. Сроблена инфраструктура, которая, соответствует высоким стандартам, притягивая гостей из самых разных краин. В уголе на туристичных послугах зарабили около 2 миллионов 350 тысяч рублей. Такий выник, как один из прикладов эффективной работы на территории национального парка. А вот на озере Червоно аппараток, по словам генерального директора, был забеспечен не за все. И он стверждает, что, когда далеко орандаторов долучился нацпарк, ситуация пошла выправляться. Если будет продолжаться так дальше, то озеро Червоное превратится в озеро Бутылочное. Это я говорю с полной серьезностью и ответственностью. Конечно, это все подтолкнуло, хоть навели хоть порядок. Хоть навели порядок там, собрали это все. Может, не все еще, но наведется порядок и создается инфраструктура, и все станет в каких-то рамках цивилизованных. До этого часу национальный парк Припятский займался только полеванием на Червоным. Зараз рыхтуется распоряджение о полной передаче в озеро. Однако в черговый раз на сустреши подкресливается. Будет забеспечен не только господарший подыход, а и так само увага до мясцовых жихаров. Это единственный комплекс водно-болотный. И это уникальный очень комплекс с учетом там глубин, с учетом дна, с учетом прилегающей территории болотной. Как для водоплаивающей птицы, так и для их всего фауны. Это уникальный комплекс, и он должен быть в одних руках, он должен быть в одного хозяина. И тем более он должен быть у профессионалов, те, которые этим делом занимаются давно и понимают, что с этим делать. Никто не ущемлял и не будет ущемлять людей, особенно тех людей, которые проживают на этой территории. В нашем государстве это в принципе невозможно, потому что у нас это не заявление о декларации, а у нас на деле все для человека. И на самом деле, в том числе и пользование национальными богатствами, коим появляется сегодня природа, это реалии нашей жизни. Задача национального парка не только потребливать парадок и створать належные умовы для сучастных отпочинку. Головное, как уникальный природный комплекс в озеро Червоное был захованы для наших нащадков.